Добрый день! Всем зрителям Живого ТВ, как обычно по воскресеньям в 17 часов наша программа «Точка отсчета» начинает свое вещание. Сегодня у нас 16 декабря и в гостях в студии, ну я не буду уже в 121 раз говорить, что у нас уникальный человек, это в общем все уже привыкли. У нас особенно уникальный человек в этот раз, не просто имеющий отношение к фантастике, но кроме того, что наш сегодняшний гость писатель-фантаст, консервативный журналист, имперец, он еще вдобавок и политолог. Так что, если наши зрители захотят в чате прямого эфира выяснить что-нибудь о политической ситуации в стране, советую постеречься. А то Кирилл у нас человек жесткий. Да, забыл представить. Кирилл Бенедиктов. Добрый день. Добрый вечер. Кирилл у нас человек жесткий, на провокационные вопросы не поддается, может ответить прямо, так что аккуратнее. Но если есть что интересного узнать, добро пожаловать в чат прямого эфира, ждем ваших вопросов. А пока начнем с объявленных тем, которые мы перечислили в анонсе. Для начала, Кирилл, расскажите, пожалуйста, долгое время, ну и по сети, и, собственно, в вашей биографии бродили такие, ну, слухи, что ли, информация не очень интересная. И проверенная, что свой вот этот политический путь вы начинали с работы в структурах ОБСЕ. Это так? Ну, это правда в том плане, что я работал в структурах ОБСЕ. Политический путь я начал несколько раньше. Наверное, когда после аспирантуры Института Европы я работал некоторое время в Верховном Совете Российской Федерации до 93-го года. Ну, собственно, фактически до начала вот путча я улетел из России не потому, что я не хотел принимать участие. Да, сбежал. Вот, а просто меня из моего родного комитета по межнациональным отношениям меня отправили на учебу в Бельгию. Вот, и, собственно говоря, я пока делал визу, пока, значит, там, оформлял документы, улетел ровно вот вечером перед путчем. Прилетел в Бельгию, заселился в общежитие, включил телевизор и увидел, как по моему родному белому дому лопят танки. Вот, ну, собственно, вот политическая карьера, наверное, началась тогда. То есть, как уехал, так сразу и начали. Ну, в общем, фактически. Ждали. Фактически, да, ждали. Вот, а ОБСЕ, да, после того, как я отучился, положенный срок в, значит, College of Europe, это такая есть организация, существующая довольно давно, с послевоенного времени. Вот, она готовит кадры для структур Европейского Союза. Вот, и, собственно говоря, вот после этого я, ну, скажешь, распределился нельзя, потому что распределения никакого не было, а просто пошел, подал документы в ОБСЕ. Ну, это было тогда еще СБСЕ, да, совещание по безопасности. Года позже она стала ОБСЕ. Ну, вот, ну, тогда во мне было полно романтики всякой юношеской, значит, существовал Центр предотвращения конфликтов в Вене, который занимался попытками урегулирования ситуации в Югославии. Вот, мне жутко хотелось там работать. Туда я не попал. Я попал в Бюро по Демократическим институтам права человека, тоже интересная конторка. Это вот, которая недавно так демонстративно отказалась освещать наши парламентские выборы, ну, точнее, наблюдателей присылать. То есть, вот, контора очень политизированная, контора, которая служила, ну, в то время прикрытием для некоторых других видов деятельности, не заявленных в документах ОБСЕ. В общем, было интересно. Ну, политический, скажем так, стаж достаточно большой, как я понимаю, да, Кирилл? Но на писательской арене, на писательской сфере вы стали известны с произведением «Война за Асгард», которая в свое время прогремела, ну, для начинающего автора, для автора, который издал вторую ток, да, на тот момент книгу. Прогремела очень сильно, захватила кучу премий, что по тем временам тоже было достаточно странно, потому что молодые авторы у нас тогда премии не брали, все было расписано за метрами. Если мне память не изменяет, книжка взяла четыре, по-моему, премии, да? Нет, больше. Она взяла первую премию, она взяла «Чаша Бастиона», потом она взяла «Бронзовый Роскон», потом «Бронзовую Улитку», потом «Странник», потом «Лучший дебют на Евроконе» и что-то еще. В общем, список длинный. Ну, достаточно длинный, да. Ну, так вкратце для наших зрителей я расскажу, что книжка эта повествует о мире через 50, да, примерно лет от нашего. Да, в середине 21-го. Где после, скажем так, тотальной победы глобализации неожиданно на Западе, особенно в США, стало приобретать влияние и нарастать активность так называемого «Белого Возрождения», своего рода российской фашистской организации, которая активно боролась с эмигрантами из Восточной Европы, из Азии и так далее. А в свое время эту книжку назвали, ну, что ли, монументом антиглобализма. Хотя сейчас, в контексте современных имперских взглядов Кирилла, скорее, это, наверное, все-таки своего рода оман предупреждения. Как вы оцениваете, Кирилл, этот роман? Что он для вас? Ну, да, это роман предупреждения, безусловно. В общем и целом, это, наверное, попытка в художественной форме отразить какие-то актуальные достаточно вопросы, которые тогда были актуальными и стали еще более актуальными, наверное, за последнее время. Не только в политике, да, но отчасти и в экономике, отчасти и в геополитике. Ну, в общем, все, что я наработал за время, собственно говоря, своей деятельности в различных структурах международных, таких как ОБСЕ, и все, над чем я думал все это время, да, все, с чем я сталкивался во время своей работы в миссиях, скажем, в проблемных регионах, таких как Югославия, вот, вот, все это требовало некоторого осмысления и выражения в художественной форме, вот, наверное, так оно и получилось. Я два года писал этот роман, больше того, в том виде, в котором он вышел, он примерно на, ну, на четверть, наверное, меньше, чем он был в рукописи. Вот, я не оставляю надежды, что когда-нибудь выйдет полная версия. Ну, учитывая, что по тем временам текст появился в виде достаточно увесистого кирпича, что, в общем, не очень приветствуется в наших издательствах, считается, что такие книги плохо продаются, и при этом неоднократно пересдавался, даже сразу после выхода появились допечатки. Сейчас я видел несколько раз в новых сериях он пересдавался. Все-таки роман, несмотря на маркетинговое заверение издательств, что крупные, тяжелые, толстые книги продаются плохо, несмотря на это он прекрасно продавался и, в общем, собрал, и, как мы уже говорили, премию в замечательную прессу. Вы считаете, Кирилл, в чем причина успеха? Только ли в каких-то новых политических, социологических идеях? Или это, что называется, зерна, упавшие на подготовленную почву? То есть, пространство для обсуждения уже было создано. Да, я думаю, что пространство существовало и тогда, существует оно и сейчас, и постоянно существует потребность в достаточно прямых и честных текстах. То, что бывает далеко не всегда, о многом предпочитают говорить намеками, каких-то тем сознательно избегают. Я в данном случае не говорю про своих коллег, просто вообще в обществе принято избегать некоторых тем. Там политкорректность, которая там пышно-цветно цветет на Западе, да, дает определенные ростки и у нас тоже. А можно между строк? Какие, например, темы? Ну, скажем, тема той же расовой сегрегации. Ну, условно говоря, там есть белые люди, а есть небелые люди. Это небелые люди могут быть желтые, там, черные, красные, там, и так далее, они небелые. В той или иной степени мы все ощущаем эту проблему, да, и если бы она нормально дискутировалась, вот в обществе обсуждалась, без ярлыков, там, типа, фашизм, там, значит, наоборот, там... Черный национализм. Черный национализм, там, не знаю, русофобия, там, и так далее, да, вот это все было бы значительно проще. Мне кажется, то, что я попытался, по крайней мере, попытался в Войне за Асгард, ну, описать какие-то тенденции, достаточно пугающие уже сейчас, в их таком уже выкристаллизовавшемся виде, да, вот, лет через, там, 40-50, вот, мне кажется, ну, вот это, наверное, было одной из составляющих вот того успеха, о котором вы говорите. Второе, наверное, там дело не только в политике, я старался прописать там достаточно симпатичных героев. Вот, их там 7 главных героев, да, что тоже, в общем, не очень часто встречается в нашей литературе. Вот, я отталкивался от таких книг, как, скажем, Гиперион Симмонса, или, скажем, Песельда и Огня Мартина, где существует несколько главных героев, которые у каждого из которых своя история. То есть, грубо говоря, Война за Асгард — это все-таки эпик. Это эпик, да, это эпик. Причем с Симмонсом была смешная история. Я когда, собственно говоря, принес роман в Эксмо, он был немножко недописан тогда, но они его прочитали, он им понравился, говорят, будем его сдавать. Я говорю, ну вот, вы знаете, он очень толстый, он очень толстый этот роман, давайте мы его, может быть, издадим двумя томами. Говорит, не, ну двумя томами, ну что это такое, это, значит, там, вторая книга начинающего автора. Я говорю, ну вот, вот смотрите, вот Симмонс, Симмонс, да, Дэн Симмонс, он, значит, написал Гиперион, а потом разделил на Гиперион и, значит, падение Гипериона. На меня посмотрели, сказали, ну ты же не Симмонс. С этим было не поспорить. Книжка вышла в одном томе. У нас замечание в чате о том, что передача не показывается. Ну, могу посоветовать настроить поактивнее или попробовать новый URL нашего вещания, новый сайт tv.l.ru. Может быть, у вас просто какие-то проблемы с коннектом со старым нашим URL, попробуйте по-другому. Мы продолжим с Кириллом, если будут какие-то низкие проблемы, пишите в чат, попробуем что-нибудь еще посоветовать. Кирилл, когда вы получали первую премию за войну за Асгард, если мне память не изменяет, действительно, это была Чаша Бастиона, а в Тронной Речи, за трибуной у микрофона, вы пообещали написать к этой книжке сиквел, приквел и, как я сейчас помню, изнутри квел. Сиквел, если мне память не изменяет, появился. А когда будет приквел и изнутри квел, или это все сразу в одном плаконе? Наоборот, появился приквел. Собственно говоря, второй роман из этой серии, который называется «Путь шута», это и есть приквел. Действие происходит лет за 30 до событий, описанных в войне за Асгард, описывается детство и юность одного из героев. Что касается изнутри квела и тем более сиквела, то работа над ними откладывается по независимым причинам. Независим от автора причинам. Они будут, это единственное, что я могу сейчас сказать. Будет обязательно окончание истории. Это будет тоже большой роман. Он отчасти написан, отчасти над ним еще надо работать и довольно много. И возможно будет еще один роман приквел, который напрямую скорее всего не будет связан с героями и событиями войны за Асгард, но мир там будет тот же и в общем события там будут развиваться достаточно линейно. Получается, что эпик будет разрастаться до настоящих эпических. Ну да, вообще говоря, вообще говоря, это известно, я говорил уже об этом не раз, вообще роман «Война за Асгард» задумывался как небольшой пролог к циклу романов больших. Но получилось так, что он сам вот из небольшого пролога стал вполне самостоятельным, достаточно большим, там 50 с лишним авторских листов романом. Ну вот, поэтому, наверное, эпик действительно будет, просто другое дело, вот когда. Ну, я предполагаю, что следующий роман из этого цикла, не знаю, будет ли это приквел или будет ли это все-таки сиквел, который там где-то на треть готов. Я думаю, что ну не раньше, чем через два года, наверное. Между созданием всех этих многочисленных квелов, приквелов, сиквелов, изнутриквелов и через квелов, у вас выходило достаточно большое количество повестей, в том числе и, скажем так, в жанре исторической фантастики, месопотамской, по-моему, цивилизации или даже латиноамериканской цивилизации. И некоторые из этих рассказов тоже получали премии. В том числе, рассказ «Точка Лагранжа» получил достаточно громкую премию, которая потом освещалась в консервативной журналистике. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Ну, да, этой осенью Лига консервативной журналистики, в которой я имею честь состоять, действительно проводила вручение своих премий. Их было много достаточно, по разным номинациям. И в номинации «Повесть-рассказ». Да, действительно, рассказ «Точка Лагранжа» получил очень для меня значимую и важную премию имени Хомякова, русского консервативного мыслителя-публициста XIX века. Я очень горжусь этой премией. В прошлом году ее тоже получил очень достойный писатель. Но боюсь, что я сейчас забыл его фамилию. У меня так бывает иногда. Просто вот вылетает фамилия из головы. Во всяком случае, это действительно очень ценное для меня премия. А что касается Лиги, да, она время от времени раз в год награждает наиболее, с ее точки зрения, достойных представителей консервативной публицистики, консервативной художественной литературы, консервативных масс-медиа своими премиями. Раз уж мы заговорили о Лиге консервативной журналистики, что же такое консервативная журналистика? Кирилл, попробуйте в двух словах как-то это рассказать, потому что, ну, либо есть журналистика, либо ее нет. Почему она консервативная? Ну, тут проще всего идти от обратного. Значит, дело в том, что достаточно популярными и достаточно массовыми сейчас являются те средства массовой информации, которые занимают либо уж совсем такую, значит, про-кремлевскую позицию, да, либо они являются рупорами либерально-демократических кругов. Вот, на этом фоне необходимость в средствах массовой информации, которые бы стояли на позициях более консервативных, да, то есть более традиционных, более приверженных каким-то вот, ну, традиционным нашим ценностям. Вот, не обязательно это религия, да, то есть религия, безусловно, это православие, это, безусловно, русская национальная ценность традиционная, но это не обязательно. Должна быть религиозная какая-то мотивация, да, и не обязательно должно быть религиозное направление у этих СМИ. Но так или иначе, вот, некий круг традиционных ценностей и некий круг традиционных представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо, он должен быть. Ну, условно говоря, традиционный консервативный журналист никогда не напишет русофобскую статью, которыми, в общем, грешат достаточно многие, и грешили особенно наши издания. Вот возьмем там, это было давно, но тем не менее это было, и просто это хорошо иллюстрирует, что такое либерально-демократическая пресса. Возьмем, там, первую войну в Чечне, да, вот, ни для кого не секрет, что многие наши СМИ и газеты, и, значит, телеканалы, они по ряду причин занимали вполне, как бы, антироссийские и просепаратистские позиции. Вот этого, по идее, быть, конечно, не должно, и наша лига, лига консервативной журналистики, она, собственно говоря, находится на другом полюсе. Получается, что консервативная журналистика, это журналистика с четко очерченными, ограниченными взглядами. То есть, это какие-то, вот, обнесенные колючей проволокой место, за которое выходить ни в коем случае нельзя. Ну, я бы так не сказал, внутри лиги существует достаточно много, достаточно большой спектр политических взглядов, вот, у нас там присутствуют действительно имперцы, как уже говорили, вот, у нас присутствуют и националисты, у нас присутствуют и, скажем, сторонники левой идеи, то есть, люди, разделяющие социалистические убеждения вполне, ну, скажем, Виктор Милитарев, да, ну, абсолютно социал-демократ, вот, и абсолютно никакой не националист. Но нечто общее все равно существует, конечно, это не колючая проволока, это, я бы сказал, наверное, просто вот некий какой-то комплекс идей, которые разделяют все. Если кто-то не разделяет эти идеи, да, он просто сам уходит, потому что, ну, сложно находиться вот в постоянном контакте с людьми, которые не очень, как бы, тебя в этом плане понимают и поддерживают. Никто никого не выгоняет, да, но вот люди, которые не очень разделяют нашу идеологию, они, как правило, надолго не задерживаются в Лиге. Получается, достаточно интересный дрейф от ваших идей, ваших увлечений в те времена, когда вы были сотрудником европейских структур, ВСЕ, по разрешению конфликтов, то есть, грубо говоря, от либеральной, демократической идеи, в сторону вот такой вот имперскости. Что же повлияло, Кирилл? Это хороший вопрос, интересный. Я сам довольно часто об этом думал. Действительно, когда я поехал учиться в Бельгию, и когда я, собственно, пошел работать в ВСЕ, вот, я был, ну, в общем, если не убежденным либералом, то, в общем, ну, достаточно сформировавшимся западником, очарованным Европой, очарованным Евросоюзом, той культурой, которая там существует. И потребовалось несколько лет, наверное, несколько лет, проведенных вот в постоянной работе у этих структур, в такой повседневной, достаточно черновой работе, постоянные контакты с людьми, которые принимали решения какие-то в этих структурах. Взгляды на то, как решаются вопросы в тех странах, которые еще не принадлежат к Европейскому Союзу, да, вот как бывшие Югославии, которые находятся в орбите влияния, где Евросоюз и международные организации пытались что-то сделать. И как там они, эти люди, принимающие решения, как они контактируют, скажем, с местным населением. Это все послужило таким, ну, достаточно длительным, продолжительным, холодным душем, который, в общем, смыл некоторые иллюзии относительно западничества и либерализма. Самое забавное, то, что мне помнится, я однажды обнаружил в нашей библиотеке, библиотеке, бюро по демократическим институтам и правам человека, большой словарь, большой словарь по национализмам. Это был, автора сейчас не помню, но это был англичанин. Там, ну, прекрасный, совершенно замечательный словарь, огромный, толстенный, с историческими экскурсами, с огромным понятийным аппаратом, с комментариями и так далее. И там были проанализированы абсолютно все, абсолютно все национализмы. Русскому национализму там была посвящена огромная статья. Просто там, в общем, и мои любимые славянофилы XIX века, и Данилевские, все они присутствовали. Единственного раздела, которого там не было, там абсолютно ничего не было сказано про англосаксов. То есть, предполагалось, что ни у англичан, ни у американцев национализма как такового нет и быть не может. Ну, так, судя по всему, просто по умолчанию. Вот, были французы, были итальянцы, там были японцы, китайцы, русскими, еще раз говорю, был посвящен большой раздел. Не было только англосаксов. Ну, вот, в какой-то момент я просто посмотрел на эту ситуацию другими глазами и понял, что, ну, любые иллюзии, да, в том числе либеральные иллюзии, это, в общем, не очень здорово. В итоге плодом размышлений над всеми этими изменениями стал вот роман «Война за Сгар», как я понимаю, да. И руководством к размышлению, что ли, для очень многих и политических, и, в общем, деятелей, и наших фантастов, кто очень любит рассуждать о западной... У нас как бы есть две позиции, да, особенно в фантастике. О том, что мы примем западный путь развития, и все будет хорошо. И о том, что восторжествует глобализация, и все будет очень плохо. Это так называемые антиглобалистские, либерпанковские романы, то есть те, которые идеи либерализма доводят до упора. Вот, получилась третья сторона, достаточно оригинальная, собственно, идея о том, что национализм и анти... Даже не знаю, как это назвать... анти-антифашизм, что ли, как-то так, восторжествует на тнюдь не в тех странах, где его ждут, а непосредственно на Западе. Вы считаете, что это достаточно реальный путь развития, или все-таки это вот действительно лампочка красной сигнализации, предупреждение, что так может случиться, и не нужно в эту сторону дрейфовать? Ну, если говорить серьезно, то, конечно, тот сценарий, который описан в «Войне за Асгард», он вряд ли осуществим в реальной жизни. И слава богу. Другое дело, что дрейф в сторону фашизма, ну, фашизм это не очень правильное слово, да, но... Национализма. Национализма, да, в благополучных странах золотого миллиарда... Даже, скорее, не столько национализма, сколько наци-расизма такого. Наци-расизм, да, это хорошее слово. Вот, он, безусловно, идет, этот дрейф. Его очень сильно сдерживают сильные традиции либерализма, сильные левые традиции, которые существуют на Западе. Ну, например, в такой стране, как США, где сильные левые традиции Севера на 100% поравновешиваются абсолютным ксенофобством Юга. В общем, там тяжело говорить о сильных левых традициях. То есть, мы только слышим о том, что, да, там засилие поликорректности, и все на самом деле хорошо. А если порыться по соответствующим источникам, то и фашистская милиция в Южных Штатах, которая не пускает ни иммигрантов, ни черных, никого. То есть, это, на самом деле, может быть, не так активно дискутируется, как политкорректность, которая чуть не жупил сейчас для наших либералов, что, вот, не дай бог, она острожествует, и все будет очень плохо. А обратная сторона медали как раз у нас умалчивается. Почему, собственно, столько было статей, посвященных войне за Асгард? Потому что люди, плавающие в данной теме, но не особенно глубоко разбирающиеся, они обратную сторону медали не видят. И я неоднократно читал претензии, что, типа, автор в лице Кирилла слишком перегнул палку, что всего этого быть не может. Ну, вы правы, Сергей. Действительно, если мы говорим о Штатах, то они крайне не, в данном плане, не гомогенные. То есть, существует там рассадник и цветник вообще политкорректности Калифорния, вот, где, насколько я слышал недавно, запретили, по-моему, в официальных документах употреблять слова муж и жена как, значит, унижающие гендерное достоинство. Вот. Существует более или менее традиционный север и более или менее традиционное восточное побережье. Существует юг, действительно, хранитель традиций белой расы. Вот. И на юге это действительно очень распространено. Я общался с замечательным совершенно человеком из Техаса, собственно, жил у него в доме, вот, прекрасный дядечка, который время от времени просто вот в разговоре, вот, при всем, да, при всем этом расцвете политкорректности, вот, он так у него проговаривался, вот, ниггерс, ниггерс, ниггерс. Вот, он как-то так вроде спохватывался, значит, и делал вид, что ничего не сказал. Но на самом деле понятно, что это у них вот просто в мыслях все еще осталось. Вот, и действительно, у меня в романе «Белое возрождение» начинается как раз с Техаса. Вот. Я думаю, что если такой процесс действительно пойдет, да, он пойдет именно оттуда, он пойдет с юга Соединенных Штатов. Надо иметь в виду, что Штаты вообще испытывают сейчас достаточно сильное демографическое давление со стороны латиноамериканского элемента. И действительно, испанский язык вполне может в скором времени стать вторым государственным языком. И надо понимать, что белое, белое меньшинство уже фактически, да, и в том числе... Это означает к 2028 году. Ну, да, в общем, это совсем скоро. Вот. Белые люди юга, они к этому, естественно, будут относиться не слишком позитивно. А, имея в виду, опять-таки, добрую традицию американцев устраивать такие общественные отряды самообороны, там, милицию. Собственно говоря, там, все отряды, там, двухсклавные, они тоже изначально были милицией. Охотников на мексиканской границе. Да, 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 да. Вот. Ну, во всяком случае, какие-то конфликты на этой почве будут, несомненно. Вот. Вот. А там уж как, что из этого выйдет, да, и выйдет ли из этого новый вот этот вот наци-расизм? Будет ли у белого меньшинства к тому времени достаточно экономических рычагов для того, чтобы, собственно говоря, утвердить свою позицию? Это мы посмотрим. С Европой все выглядит значительно хуже, в том плане, что в Европе действительно вот левые традиции оказались значительно более сильными. Либералы во многом диктуют, как бы, политическую повестку дня. Попытка, скажем, в Австрии, когда Йорк Хайдер стал лидером страны, собственно говоря, весь Евросоюз поднялся против этого, и Хайдер вынужден был уйти. Ну, вот сейчас в Швейцарии там приняли несколько законов, ограничивающих права иммигрантов. Это все сопровождается очень... При этом турецкие погромы в Германии никто не отменял. Да, это верно. Но Германия в данном случае тоже страна, находящаяся в известной степени в ловушке, ну, вот, такого комплекса вины за, собственно говоря, за Третий Райх. Вот, в этом плане насчет Германии сложно сказать, что это может произойти на каком-то государственном уровне. Такая... В Техасе это тоже, скорее всего, не на государственном уровне произойдет. Это начнется как раз вот с отстрела. То же самое, что происходит в Германии. И, кстати говоря, после недавних событий явно собирается произойти во Франции, где на муниципальном уровне применяются законы просто об оцеплении районов с иммигрантами. Ну, во Франции ситуация еще более, на самом деле, печальная, потому что французы, конечно, потеряли шанс решить дело более или менее законными, легальными методами. И, собственно, то, о чем предупреждал Липенович в 80-х годах, да, оно все сбылось вот сейчас. Посмотрим, что будет во Франции. Я не думаю, что Саркази окажется достаточно тверд для того, чтобы решить эту проблему в рамках страны. Но на уровне муниципалитетов, на уровне каких-то местных, особенно в провинции, особенно не в Левом Париже, а в такой достаточно консервативной французской провинции, вполне возможно. Все-таки давайте немножко отойдем от нашего мрачного будущего. У нас передача про фантастику. Будем считать, что это всего лишь фантастический прогноз, фантастический сценарий. Вернемся все-таки к творчеству, Кирилл. Как и большинство, вот мы тут уже говорили с Леонидом Кагановым и с Алексеем Пеховым, как и большинство авторов, начавших свой, ну, как-то не банально звучит, творческий путь с 2000 года, ну, там плюс-минус, да, кто там в 2003, кто в 2002, кто в 2004. И не достигнув какой-то дикой тиражной известности, авторы начинают уходить в смежные отрасли, в игровую индустрию, в телесценарии, в киносценарии, в работу, ну, фрилансерскую какую-нибудь журналистику. Насколько я знаю, вы сейчас, во-первых, занимались тем, что писали рок-либретто для оперы, да, и по вашей книжке «Завещание ночи» снимается телесериал. Что можно об этом конкретно рассказать нашим зрителям? Какие тайны можно открыть? И насколько это действительно для вас новый вид творчества, насколько это изменило немножко вот степень позиционирования? То есть не автора, пишущего книги, а уже общающегося с читателями, со зрителями на новом уровне. Даже со слушателями, если говорить про рок-оперу. Да, с рок-оперой это был интересный эксперимент, на самом деле. Я очень люблю вообще русский рок. И когда ко мне обратились ребята из группы «Эпидемия», то с предложением, собственно, писать либретто к второй части рок-оперы, метал-оперы, эльфийская рок-опись, вот, и я ответил сразу же согласием, хотя никогда в жизни я либретто не писал. Ну, я так предполагал, что, в общем, я примерно знаю, что это такое, и, наверное, что-то смогу написать. Мне прислали много материалов, мне прислали текстовки, мне прислали, значит, тексты песен, мне прислали более-менее такое вот связное изложение сценария. Вот, и я на этом, собственно говоря, на этом материале я написал либретто, которое получилось больше, наверное, таким фэнтези-рассказом, нежели в буквальном смысле этого слова либретто. Ну, премьера рок-опера прошла 4-го, нет, 3-го, 3-го декабря в Лужниках, я там был, там было здорово, там... — Аншлаг. — Там был аншлаг, да, там был драйв, там были совершенно какие-то невероятные постановки сценических боёв там на сцене, там прекрасно пела вся команда, собственно говоря, прекрасно пела. Вот, ну и, конечно, в общем, это было очень интересно, и, не знаю, у меня такого, в общем, действительно никогда раньше в моём творческом багаже не было, теперь есть. Вот, если кому-то нужно либретто, обращайтесь. Вот, а что касается телесериала, да, значит, сейчас действительно, сейчас уже, собственно говоря, телесериал отснят, будет 8 серий, сейчас идёт монтаж и озвучка. — Когда можно ждать? — Ну, обещают закончить работу в феврале, а когда это будет показано и по какому каналу, я ещё просто не знаю, потому что студия «Пеликан Фильм», которая, собственно говоря, ведёт работу над сериалом, она, я так понимаю, будет показывать уже товар лицом после того, как фильм будет готов. Она будет предлагать, точнее, она выставит это на такой тендер, да, и какой из каналов предложит лучшие условия, я так понимаю, что... — А что за жанр получился? — Это такой получился мистический боевик, да, наверное, мистический боевик. — Значит, ну это озор от Кирилла Венедиктова? — Ну, да, в какой-то степени, наверное, действительно так. Это не специально, это не попытка, значит, добиться успеха, пойдя по стопам Сергея Лукьяненко, потому что, собственно, это как раз мой первый дебютный роман, который я написал ещё до того, как начались все события, о которых я рассказывал вначале, да. — Ну, вот мне было лет, наверное, двадцать, вот, в девяносто... да, в девяносто девяносто первом году я его написал. — Вот, и то, что, собственно говоря, им заинтересовалась киноиндустрия, это для меня, конечно, очень приятный момент. Вот, продюсерская фирма Сергея Жигунова, она как-то сразу решила сделать из этого такой вот восьмисерийный крепкий такой, значит, боевик-триллер. Сценарий, в общем, несколько отличается от того, что было в романе, но, я бы сказал, отличается не принципиально, а просто, скорее, в сторону расширения, углубления некоторых сюжетных линий, которые были в романе. Надеюсь, что будет интересно, потому что, в общем, там много всего, там есть и тайны Грааля, и хрустальные черепа, и, значит, битва сил света с силами тьмы, ну, в общем, и достаточно много реалий из нашей жизни, которые в какой-то момент были для меня очень интересны, вот тогда, собственно, в начале девяностох. Ну, вот представьте, вот все это время, вот самое начало такого дикого капитализма, вот, и вот на этом фоне, на фоне каких-то бизнесменов, которые, значит, продают, покупают вагоны, там, с несуществующей тушенкой, на фоне каких-то бандитов, которые, значит, их крышуют, там, и так далее, вот, и вот на этом фоне разворачивается совершенно такая традиционная фэнтезийная, как бы, интрига с каким-то магическим артефактом, там, значит, с бессмерцией. Ну, сериал-то сейчас идет в нашем времени, в современных декорациях. Да, сериал идет в нашем времени, в современных декорациях, однако основные сюжетные линии там все равно сохранены, там, ну, скажем, вместо, там, каких-то, там, гопников, там, сейчас у них, вот, как раз, значит, молодые такие, значит, скинхеды, там, вместо, значит, этих вот бизнесменов, продающих тушенку, там, ну, у них какие-то уже более, там, современные банкиры, там, и так далее. Но, в общем и целом, всё осталось как в книге. — А сценарий вы сами писали? — Нет, сценарий написал не я. Сценарий написали в Екатеринбурге два екатеринбургских сценариста. Написали очень хорошо, на мой взгляд. Связано это с тем, что изначально должен был снимать фильм знаменитый екатеринбургский режиссёр, который, собственно говоря, снял фильм «Первый на Луне». — Такой своего рода фейк фантастический. — Да, это был своего рода фантастический фейк. Он взялся за этот проект. Собственно говоря, был написан сценарий. Но потом по ряду причин он отказался от продолжения работы. И фильм снимали два режиссёра. Один в Москве, другой в Киеве. Александр Аравин в Москве. Человек, который снял такие сериалы, как «Московские окна», «Красная капелла». И режиссёр Кристофович в Киеве, который вообще снял кучу всего. Знаменитый, достаточно еще советский режиссёр. Время у нас немножечко подходит к концу. Как всегда, незаметно для ведущего и для гостя. Осталось у нас примерно пять минут. Я прошу, если есть вопросы к Кириллу, пишите в чат прямого эфира. Еще пять минут жду. Мы пока все-таки закончим с темой творчества. Вот то, что я уже говорил сегодня, Кирилл. Мы уже неоднократно обсуждали эту тему с различными авторами нашего поколения. Не возникает ли у вас такого ощущения, что авторы, не пытающиеся ударяться только в развлекалово, в чисто развлекательное чтиво, сейчас вынуждены чисто от книжной, от бумажной работы уходить в действительно в телесценарии, в игровую структуру, в игровую промышленность, в, может быть, киношное какое-то творчество. То есть вот у меня лично складывается в последнее время такое ощущение. С кем в свое время, еще в начале 2000-х годов, когда мы играли на конкурсах, мы с Кириллом даже первый приз получили с годовой паузы. Сначала приз Международной конференции Роскон Кирилл получил в 2003-м, по-моему, или в 2-м, а я через год. Так что можно считать, что мы с одного поколения. И все люди, с кем мы начинали, с кем мы публиковались в самых первых сборниках, там Игорь Пронин, Аделаида Фортель, всех, кого не перечислили, кто тогда успел засветиться, все сейчас выпускают очень редко бумажные книги и в основном работают на смежных отраслях. Как вы считаете, есть такая тенденция? Да это не тенденция уже, это, собственно говоря, уже сложившаяся реальность. Да, это, наверное, грустная реальность, потому что, действительно, читатель ждет книг от многих хороших писателей, ждет там, скажем, новых книг Юрия Бурносова, который сейчас тоже, насколько я знаю, занимается в основном телесценариями. Бачила. Бачила, да, который, собственно говоря, известен своими прекрасными рассказами и очень веселой книжкой «Неизменимый вор», который тоже сейчас, насколько я знаю... И очень невеселой книжкой «Академия Городора». Да, и невеселой, но очень хорошей книжкой «Академия Городора». Но вот Александр Бачила тоже сейчас, насколько я знаю, в основном занимается всевозможными телепроектами. И, да, и, собственно говоря, можно этот список продолжить, хотя... Ну, то есть, в общем, можно сказать так, что за исключением нескольких, наверное, действительно, мэтров, которые уже давно сделали себе имя и могут позволить себе роскошь заниматься литературой, и только литературой, и кроме большого количества литературных подъемщиков, которые выпускают, значит, на гора один за другим кирпичи своих, значит, романов. Остальные литераторы действительно вынуждены заниматься вот такой вот смежной деятельностью. Я не могу сказать, что это плохо, потому что, скажем, мой любимый Джордж Мартин, вот, он в свое время, уже будучи достаточно известным автором и имея в своем багаже, там, 5 или 6 очень хороших романов, он ушел на телевидение, как бы, и лет 10, по-моему, он занимался телесценариями. И, ну, мало того, что он там поправил свое материальное благосостояние за это время, да, но, что самое главное, он очень сильно вырос как драматург, потому что вот песня «Льда и пламени», она же еще очень драматургична, на самом деле. Это, как мне кажется, просто вот бонус, который он вынес из своей десятилетней работы в Голливуде. Когда я задавал вот этот вопрос другим нашим гостям, ну, все отвечали примерно в том же направлении, только Лео Каганов пошутил, что это, наверное, проклятие такое специальное, чтобы востребованные авторы не писали хорошие книжки. Но я достаточно долгое время пытаюсь продвинуть идею о том, что все это не смежные роды деятельности, даже, может быть, не противоречащие обычным бумажным публикациям, а это наш век электронных технологий, просто новые формы общения автора с читателями. То есть вот таким образом в век интернета, в мультимедии, телевидении, ХДТВ и так далее, таким образом авторы могут донести свое слово до читателя, которые постепенно становятся зрителями. Как вам такая позиция, Кирилл? Это интересная позиция, она очень оптимистична, и в этом плане она мне очень нравится, потому что я очень люблю оптимистичные позиции, оптимистичные сценарии. Это говорит автор «Войны за сгар». Вот, но насколько это правда, мы, наверное, узнаем лет через пять, я думаю, потому что лет через... Я думаю, через сто. Через сто, нет, но через сто мы уже ничего не узнаем, к сожалению. Вот, я так оптимист, в общем, говорю. Вот, а лет через пять будет более-менее понятно, потому что, на самом деле, еще пять лет назад очень многих тенденций, которые сейчас уже вот вовсю проявляются, их еще почти не было заметно. Ну, скажем, пять лет назад, ну, вот, скажем, «Живой журнал», да, он совершенно не был тем феноменом, который, собственно говоря, существует сейчас. А сейчас «Живой журнал» — это, в общем, вполне законное, вполне общепризнанное средство общения тех же авторов с читателями, допустим. Посмотрите на блог. Ну, можно вообще назвать что-то «Электронные СМИ». Да, «Электронные СМИ». Поэтому, что будет через пять лет, не знаю, вполне возможно, Сергей, что вы правы, и мы действительно станем свидетелями того, как профессия литератора, профессия писателя приобретает какие-то новые формы вот за счет высоких технологий. Просто у нас тоже было довольно много дискуссий здесь. У нас был и Максим Машков, и Александр Ройфе, то есть люди, имеющие отношение к электронным публикациям. У нас было довольно много дискуссий на тему того, умирает ли бумажная книга, не приходит ли ей на смену, там, всяческие многочисленные варианты электронных публикаций. Я всегда говорил, что на наш век хватит, и бумажная книга-то еще поживет, но вот с этой формой, с уходом авторов, прозвучавших в начале, молодых авторов, с уходом их сразу практически, то есть по изданию двух-трех книг, которые, может быть, там где-то прозвучали, получили какие-то премии, и после этого авторы уходят в смежную область. Это говорит не столько действительно о смерти бумажной книги, сколько о том, что, к сожалению, издательский бизнес постепенно превращает бумажную книгу в одноразовую такую поделку, то есть, грубо говоря, в мягкой обложке, покетбук, который берется в поезде и читается в дороге. А все формы, другие формы, другие проявления общения автора с читателями, они вот как бы, ну, может быть, более благовременные, что ли, потому что, ну, фильм все-таки это достаточно много времени уходит и на сценарий, и на съемки, и, в общем, идет он не одну минуту, и потом он повторяется. Я уж не говорю о сериале с играми то же самое, в ней там люди играют далеко не один час. То есть, может быть, просто за счет углубления в продукт, который производит автор, мы получим некий позитив, некий вот оптимизм, о котором мы говорили, как вы считаете? Ну, то, что прежде всего приходит в голову, да, это то, что сейчас, уже сейчас довольно популярной становится такая форма издания книги, как, скажем, книга-фильм-игра. Ну, то есть, вот такая триада некая есть. Новелизация, игровизация, коновелизация. Да-да-да-да-да. И в этом смысле, опять же, вполне возможно, что в будущем, причем в ближайшем будущем, наиболее рентабельными, а стало быть, определяющими лицо рынка будут именно те книги, которые поддаются новелизации, ну, соответственно, кино или теле воплощению, и воплощению в виде компьютерных игр. Ну, естественно, мы говорим о том, что лежит в рамках нашего жанра, да, потому что я с трудом себе представляю, что там по какому-нибудь мейнстриму, получающему там престижные букеровские премии, что у нас там сейчас получил букера. Последнее, не помню. Помню, что все говорили, что Улицкая, но Улицкая получила не букера, на самом деле. Она получила тоже достаточно престижную премию. Игру по мейнстриму сделать сложно. Да, да, какую тут игру сделаешь. Что касается нашего жанра, то, безусловно, мне кажется, уже лет через пять просто издательство будет сразу заключать договор на одновременно на издание книги, выход игрушки и, возможно, какую-то версию телевоплощения. Кирилл, а вас не пугает, что таким образом бумажная книга может превратиться чисто в продюсерский проект? То есть сначала собираются продюсеры, определяют там, вот сейчас модно написать про инопланетян. Выделяем под это дело сколько-то там долларов, чемоданов, и давайте сразу сделаем книжку, фильмы, игру. То есть вас не пугает, что не будет изначальных источников? Да, вот сначала человек написал книгу, она всем понравилась, все ее прочитали, возбудились, решили сделать по ней фильм и игру. А что исключительно продюсер будет определять темы, будет определять, какие идеи будут разрабатываться и, соответственно, получать воплощение как в киношном, как в игровом, так и в бумажном мире. Ну, не пугает в том плане, что вас живот не пугает, что уже, скажем, на протяжении лет 30-40 абсолютно такая же ситуация существует в кино. Если раньше можно было предположить, что приходит режиссер или сценарист к режиссеру с абсолютно оригинальным сценарием, там как-то режиссер впечатляется, они начинают это снимать. Сейчас же все определяет продюсер, опять-таки. Здесь, видимо, будет близкая к этому ситуация, она не должна пугать в том плане, что все равно как бы книжка, хорошая книжка, она будет существовать. Просто другое дело, что, как и сейчас, хорошие книги издаются не очень большими тиражами, наверное, и аудитория, которая их потребляет, она все-таки достаточно ограничена. Ну, наверное, действительно будет некое расщепление, да, но совсем уж, вот, элитарность, почему элитарность в данном случае не содержательную даже, а вот именно если мы говорим о маркетинге и о, значит... Ну, то, что в киношной индустрии называется арт-хаус или там фестивальное кино или там некоммерческое кино, то есть такие вот термины существуют. Да, потом опять, вот, посмотрите, сейчас существует издательство «Популярная литература», да, которое издает книги огромными тиражами с очень дорогостоящей рекламной компанией. Эти книги дорогие. Вот последняя книга Дмитрия Глуховского, насколько я знаю, она стоит порядка 450 рублей в розницу. Причем, значит, ну, понятно, что надо как-то, значит, оправдывать деньги на рекламу. Но я к чему это говорю? К тому, что вполне возможно, что в скором будущем появятся действительно книги, изданные большими тиражами, но при этом дороже на порядок тех, к которым мы привыкли. А может быть, наоборот, книги, изданные большими тиражами, там, в формате покетбука за 30-40 рублей, которые будут отражать киношную реальность, уже несколько раз прокрученную по телевизору. Или, и как противовес им, красивые, хорошо оформленные, с хорошей бумагой, такие подарочные варианты элитарных книг. Нет, эта ситуация уже существует и сейчас, о которой вы сейчас сказали. Я говорю как раз о новой ситуации, когда массовыми тиражами будут издаваться дорогие книги. То есть, книга станет товаром, который читать модно. Да. То есть, это вот именно оборотная сторона того процесса, про который мы говорили. То есть, вот вмешательство продюсеров в эту ситуацию и превращение, собственно говоря, книжного бизнеса в часть, скажем, киноиндустрии, индустрии игр, она, с моей точки зрения, может привести именно к такой ситуации. Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, неумолимо подходит к концу, уже практически подошло. Читатели заворожены вашим красноречием, Кирилл, вопросов нет, только желают успехов и благодарят за участие в передаче. Я думаю, что мы тоже от лица нашей программы «Точки отсчета» поблагодарим Кирилла, что он пришел сегодня к нам в студию, так занимательно описал наше невеселое будущее. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Ну, через две недели у нас, как обычно, будет новогодний выпуск программы «Точка отсчета». Обязательно приходите 30 декабря, я думаю, что мы удивим вас всех. А сейчас мы с вами прощаемся. Единственное, только для тех, кто нас смотрит, кто вот тут писал мне в чат, что не может увидеть. Друзья, с прошлого раза, я уже говорил, мы начали вещать в пакете «Карбина ТВ». Сейчас лучше всего программы «Живого ТВ» смотреть не в Винампе, как вы это делали раньше, а в программе Windows Media или непосредственно с сайта. Так что, пожалуйста, настройте свои технические возможности и больше, так сказать, не мучайтесь пропажей изображения. А сейчас всем до свидания. Еще раз спасибо Кириллу. Удачи до следующей передачи. До свидания, пока. До свидания. До свидания.